Мы вновь находимся у Следственного комитета Российской Федерации, где уже в течение шести часов продолжается согласованная акция за отставку Бастрыкина. Здесь сейчас всё уже совершенно пестрит плакатами, это гораздо круче, чем то, что я видел до того. Пожалуйста, подтвердите, что вам видно и слышно. Вот, следственный мне должен расследователь не фабриковать, если вдруг кто-то не видит на аптисе на блокаде. Глава Следственного комитета угрожал журналисту расправой. Офицер в щёвке рождает Бастрыкина. Опять же, я хочу, чтобы вы подтвердили, что вы слышите у меня или нет. Привет. Отлично. Если оно видно и слышно, то давайте посмотрим внимательно на нашу плакаты. У нас есть Бастрыкина к ответу. Бастрыкина в отставку. Бастрыкина, разумеется. ОМОН избивает, а суд добивает. Виновный пассажир. Привет. Виновный пассажир, это невиновный. Как это будет, чтобы выражать, как выражать. Каким-то с упором отправился на зону. Прокатить лже свидетельство полицейских. За убийство штраф. За молебен тюрьма. Вот. Но это ещё не всё. Требуем привлечь к ответственности руководство мэрии МВД за бойни на болот. На этот блокад вы, скорее всего, уже видели, к минимуму, вчера. Вот. Итак, я, пожалуй, напомню, что этот пикет продолжается уже третий день. И, скорее всего, будет подаваться на следующей неделе. Час назад происходила вот совершенно ужасная одна новая кузнецкая. Но здесь, я так понимаю, серьёзных проблем с полицией нет. Это вот охрану общественного порядка обеспечивают трое чуваков из первого, кажется, опер-полка. Ну и, соответственно, пара эшничков и кто-то из местного ОВД. Вот, разрешается Регачеков, почему-то, тоже с плакатом. Там, кажется, плакат довольно краткий. С надписью ОМУН к ответу. Вот. Регачеков у нас тоже герой. Он успел съездить в город Омск. Он наблюдает за местными выборами. Вот. Тем временем, я думаю, на пикете присутствует где-то 15 человек. Мы продолжаем нашу акцию протеста. Я очень надеюсь, что меня по-прежнему видно и слышно. Вот. Люди, конечно, не должны сильно обращать внимание на эту акцию. Однако сейчас знаю, что нас видят из этого здания СК, которое вы сейчас видите перед собой. Расскажу, наверное, даже немного об истории акции у СК. Комитета. Итак, сначала... Итак, все началось с того, что 12 июня СК призывал оккупировать Сергея Удальцова непосредственно на митинге. Это некоторое слово здесь работало, как здесь собралось около 100 человек. Соответственно, уже позже... Привет. Соответственно, я думаю, что Виталий Абрамову было сделано заявление в милицию по поводу забора, который перегораживает вход перед... Заборщик, стоящего перед Следственным комитетом, который полностью закрывает тротуар. Сейчас обещала подъехать милиция, и вроде как будет решать вопрос с тем, чтобы убрать этот забор. Который тротуар... Сейчас. Так, грузачок, подержите. Привет. Пойдем пока. Всем привет, дорогие друзья. Значит, первое, мы добились того, что были... Вот отсюда, вот прямо отсюда была убрана машина. Вот здесь стоял автомобиль BMW с номером 007, видимо, Джеймс Бонд. Уже второй здесь стоит, прямо на пешеходной зоне. Его убрали и выписали штраф. Второй автомобиль стоял вот там вот. Бежал 207 черного цвета на тротуаре. Соответственно, его тоже убрали и выписали штраф. Следующий будет Toyota Camry. Второе, те заграждения, которые стоят у входа в следственный комитет. Только что я позвонил в 112, и, соответственно, по номеру 2, то есть милиция подал заявление, чтобы... По проверке правовой формы вот этих, ну, заграждений, то есть, кто их поставил сейчас? Скажи. А? Пойдем покажешь. Здрасте. Они скажут, что сейчас приедут. Мы видим вот эти заграждения. Я подал заявление в узкой форме, естественно, его приняли. Не могут не принять. И отправили сюда наряд в милицию для проверки. Мы видим, на мой взгляд, есть, конечно же, у них... У них нет такого либо разрешения на это. Явное нарушение. То есть, мы видим тротуар шириной 5 метров. Женщина с коляской подвергает опасности жизни себя и своего ребенка, когда выходит на проезжую часть. Мы видим, что люди не могут разойтись на расстоянии в полуметре. Вот, идут девушки, опять же, сейчас идут, скорее всего, по дороге. А может, быстрее не могу поставить? Не надо. Сейчас приедут на наряд в милиции. Мы наберемся, пока вы пришли, здесь стоят. Видео заграждение. То есть, заявление мы уже подано, видео сейчас есть, то есть, в принципе, я не знаю. В конце концов, мы не можем сделать это, потому что мы не знаем, может быть, здесь проходит акция от Судового средства комитета за доставку по Стрюкину заявлено. Где? Здесь? Возможно, поэтому здесь ограждение. А что здесь тут, что-то, что-то, здесь какие-то... Объясняю. У нас... Вещи происходят, которые... Вещи происходят, которые требуют, есть требования... Я, короче, знаю, что Амальц передал второму своему другу, там, сейчас к тебе товарищу куда-то, придумай с ним что-нибудь. Я не буду товарища. Это про нас. Про вас. Полицейский? Сейчас будем разбираться. Так, еще раз не дай, пожалуйста. А? Один полицей, когда увидел, что вы идете, передал второму, сейчас там к тебе товарищи подходят, придумай с ними что-нибудь. Что такое? Ребят, пойдем, пойдем. Очень, очень интересное заявление полиции. А что случилось, кстати? Пойдемте, у нас сейчас, наверное, много людей смотрит. 50 человек? Поставим, что придумывают граждане полиции. На наш проход. Интересно, да. Может, скажут, здравствуйте. Брамперс ДНМ, ну да, молодчик. Или же скажут, доброго пути вам. Почему там нельзя ходить? Слушай, по-моему, не успели на тренировку проверить. Да, не успели, но у нас еще вариант. А у вас машины-то нет, Peugeot-то, который был? Не, я-то в норме, просто когда винтят хороших людей, я себя, начинаю плохо ощущаете, когда я делаю какой-то сволочь. В вагонах и без жетонов. А можно пройти по следу? А по какой причине? Приезжать на час. А в фричной форме можно увидеть? Иначе я его не вижу. Вандира. А может, вы? Он сейчас на обходе. А может, спросите, а вот эти вот заборчики тоже вами выставили на обходы, просто, чтобы знать? Или не вами? Это не нами. Не нами. То есть это не ваши заборчики, да? Просто у нас к этим-то все понятно вроде как, а вот к тем вот проход... Ну, к этим тоже не все понятно, потому что... То есть вас не стоит спрашивать, это не ваши указания. Понятно. Чего? Так, давайте командира подождем. Так, эти заборы не его. Вот так он на обходе. А эти заборы чем лучше, чем те заборы? Потому что я хочу проехать заборы, потому что здесь они закрыли, ладно. Мы погуляли по скле. Не, наоборот, меня они больше... Что значит, смотри. Тут есть зона пешеходная, которую я, как гражданин нашей страны, имею полное право пройти здесь. Согласно статье 27. Согласно статье 27. Наши конституции. То есть, как заканчивается акт, ты заборщик снимаете, да? Ничего. Наверное, да. По распоряжению начнется. Понятно, да. Наверное, да. Ну, посмотрим сейчас. Ну, все. А вы можете, Параси, доложить всему командиру, что... К ему есть вопрос по поводу его распоряжения? Сказать, через 15 минут у нас это идет... Когда закончится, видимо, акция, они убирают. Нет, те это вообще не акционно, они все время стоят. Да, те все время стоят. Да, те все время стоят. Да, те зиме, но я не понимаю, как вы больше... Они там отпоставили. Я не знаю, я просто для понтов себе. Понимаешь, как у нас любят отгораживать только ресторанов себе. Там я место занял в пешеходном переходе. Точно так же, где это руководство средственного комитета себе отгоразило. Так, чисто украло пункт офисы тротуара. Ну, партия жуликов-ворот. Партия жуликов и воров. Ты-ка там еще раз. Я не скандирую. Говорю громко. У нас есть партия, парламентская партия. Партия жуликов и воров. Да, это все понятно. И это обидно. Это все понятно. Так вы, а мы завтра с утра начали их тут троллить? Ну, с утра будет тоже акция. Будет с утра? Нет. Я не знаю, как по-настоящему разговариваю. Я не соглашусь с утра. А завтра, ну, как был, 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 как и завтра будет весело. А ты у нас так с Черегой в лес. А что ты на вторую лесу? Пикник. В автору пикник лесу, говорят, о Жене Черега всех. С пастрикином. Да блин, вот сливать протест. Завтра здесь надо быть в 12. В 12 здесь будет витаж. Ну да, а пикник когда? Пикник когда? Он будет два дня идти, и в субботу, и в воскресенье. А, клево. Я думал... Да нет, нет, это Жене Черега. Если бы это было в центре Москвы, я бы поехал. Это Жене Черега. Не, ну, в принципе, да, как здесь все кончится, можно туда. Не, ну в 12 здесь же завтра, да, будет? Ну да. Опять не запланированно. Кирилл, можно там привет передам? Мастерское в протестном месте. А, не думал, что смотрят. А? Не смотрят? Не знаю, скорее нет. А сколько человек не смотрят? Пока 50. Акция-то скромная? Ну, понятно, да. Ну, а в ту субботу сколько смотрело примерно? Ну, там было уже больше 100 точно. Завтра тоже будет много. Угу. Красиво. Понимаешь, люди подошли к забору и решили воспользоваться своим правом. 27 статья чего? Конституции. Конституции. Что такое конституции? Все работает. Не, не слышал. А, вы просто не работаете. Жвачку вот эту из Дирол, Мегамистере, да, секрет раскрою. И вон Ментос украл идею, тоже секрет. Ладно, если у вас там что-то получит нормальный забор у троллингов, зовите. А сейчас мы ждем. Мы ждем конец акции, тогда все будет вызвать. Ну, я жду. А это лица, которая приедет сюда на рассмотрение вот такие вот. Ой, они не приедут. Если мы ГПДшника звали, ждали. Ну, хорошо. Ты скажи, скажи, здесь забор, на который убили, не знаю, Вешник. Тогда бы они приехали. Почему? У меня официальное заявление только что-то. Обязано, на него это ЕГИР. Течение. Течение, а вот я не помню. Смотрите. На зеркало. Так что такое милое зеркало телевизит? Видите? Это зеркало. Так вот он просыпается, то есть здесь. Вот они. Вороночки в ряд. В каком-то из этих автобусов сейчас вот составлялась пачка денег из той суммы полтора миллиона евро от Ксении Собчак. Вот, переходят, смотрите. Почему переходят, я тебе в ложном месте? Что сейчас делаю? Аресуйте их не минуту. Сама арестуйтесь. Рискайте их не минуту. Рискайте, где ВВД. Скажи, вы что? Ну что? Все. Не метали. А здесь можно переходить? Не установленные лица на машине с номером МХ-848СМ. Уйдет ведь? Уйдет ведь?